Ощущение чего-то такого яркого, красивого и великого, когда смотришь на Землю. Это герой России, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер. В детстве он мечтал рисовать мультики или изучать динозавров, когда вырастет. Но интерес к звездам и далеким мирам в итоге победил. Я же вырос в Плесецком районе, и я видел, как взлетают ракеты с космодрома Плесецка. Оставок в площадках не было, но когда ракета выдымается, ее недалеко достаточно. В какой-то момент родители тоже повлияли, да, привезли там книжки, купили интересные там за побеги и так далее. В «Звездные войны» не могу не сказать, что они не повлияли. Ну а сейчас его главная мечта и цель – полететь на Луну. 11 сентября этого года Иван Вагнер отправился в свою вторую экспедицию на МКС. Но до того, как стать космонавтом, наш герой работал инженером в ракетно-космической корпорации «Энергия». По окончанию вуза я пришел работать в РКК «Энергия», приехал сюда, в Королев, пошел в Центр управления, работать в главную оперативную группу управления. И там уже работал помощником руководителя полетов, видел реальную жизнь, видел борт, видел, чем занимаются космонавты, писал отчеты, да, какие работы там проведены и так далее, и так далее. Первые свои впечатления помню, когда я еще только пришел, первые там три месяца обучался, сидел, стажировался, и здесь в циркуляре голос с МКС, да. И я сижу так, ну что, действительно космонавты, настоящие. Прямо здесь сейчас разговаривают, они такие на меня себя смотрят, ну да. То есть, ну вот, такие моменты, они запоминаются. До этого Иван уже встречался с космонавтами вживую, когда учился в университете. И именно это событие вдохновило будущего героя России на космическую карьеру. В ВНМЕ, кафедра факультета авиакетстроения, кафедра авиакетстроения, я понял, все, мое, едем туда. А там уже вот на первом курсе, встретившись с космонавтами, с нашими, выпускниками, Георгий Михайлович Гречко, Сергей Касатиневич Крикалек, тут уже загорелся, понял, что вот космос, вот он рядом, вот, вот, космонавты перед нами здесь, вот в актовом зале выступали сегодня. И с этого момента уже сформировалась мысль четкая такая, хочу вот пойти в космонавт. Медкомиссию при отборе в отряд космонавтов Иван Вагнер прошел с первого раза. А тем, кто мечтает полететь в космос, советуют полюбить комбинированные виды спорта. Например, триатлон или полиатлон, да, вот есть ногоборье. Те виды спорта, где задействуется как можно больше различных вот упражнений, выполняется и так далее, да, они имеют большую вероятность того, что люди сдадут. Ну, спортом занимался с детства, беговые лыжи, соответственно, водный туризм. Когда в университет поступил гиревой спорт, то есть я за сборную вуза по гирям выступал. Когда уже сюда приехал работать, ходил на различные секции, опять же вернулся в туризм, в каякинг и бегал. Сейчас твое любимое занятие все-таки? Ну, так, как в детстве было, так и есть. Вот водный туризм, сплавы по горным рекам, но, к сожалению, у меня на этот день сейчас времени не хватает. Сейчас мы с вами наблюдаем за рассветом стыковочного отсека. На горизонте мы как раз видим серебристые облака. Среди увлечений Ивана особенное место занимает астрофотография. На орбите космонавт уделяет много свободного времени тому, чтобы запечатлеть красоту космоса. Каждый, кто любит выглядывать в иллюминатор и смотрит на Луну, он обязательно постарается сфотографировать. Поэтому, я думаю, у многих космонавтов есть кадры Луны, прошлый полет. У меня получилось сфотографировать Венеру на 1600 миллиметров. Видно, что это полумесяц, то есть видно, что это планета, не просто яркая точка. Нео-Вайз комету получилось снять. Я пошел фотографировать серебристые облака и понимаю, что я вижу комету. Сбрасываю вниз, как раз мне снизу говорят, оказывается, это Нео-Вайз комета летела. Одна из самых ярких за последние 20 лет, поэтому ее так хорошо видно. Есть идея пофотографировать именно вот такие яркие крупные туманности, которые видно визуально. Разбирая свои фотографии, понял, что ясли, звездное скопление, в созвездии М-44, я видел у себя на кадре. И я понимал, что да, вот это вот, созвездие рака, вот там вот видно ясно. Пока что любоваться Луной приходится на фотоснимках, но в будущем космонавт планирует отправиться на лунную базу. Хочу на Луну, хочется, чтобы там была наконец-то наша космическая база, научная база, на которой мы бы летали, отрабатывали технологии. Но это же плацдарм, как по Циолковскому, это ближайший плацдарм, на котором мы можем потренироваться и научиться летать к другим планетам. Поэтому хочется побывать на Луне и с орбиты Луны посмотреть на Землю. При этом, несмотря на желание осваивать новые космические горизонты, Иван Вагнер считает, что лучше нашей родной планеты места мы не найдем. Человечество, как по Циолковскому, рано или поздно будет искать другие миры. Мы их найдем, они будут интересны, но они будут хуже, чем наша Земля с точки зрения жизни там. Вот, и вот понимание, что Земля это самое, скажем так, комфортное место, где может существовать человек. Да, и надо беречь Землю. Субтитры создавал DimaTorzok